Уважаемые коллеги, приятно присутствовать на столь интересном научном форуме. Между тем, во многих докладах я, как терапевт, услышал слова «сочетанное», «коморбидное», и поэтому мой доклад обоснован, целенаправленно направлен на освещение тех вопросов, сочетанных патологий, с которыми вы, особенно в аспекте терапии и хирургии, неотложных состояниях наверняка сталкивались довольно-таки часто. Итак, сначала определимся, коморбидностью считается сочетание у одного больного двух или более хронических заболеваний, патогенетически взаимосвязанных или совпадающих по времени у одного пациента вне зависимости от активности каждого. Еще в Китае, с позиции традиционной китайской медицины, используется комплексный подход к лечению организма человека. А известный терапевт Матвей Икальевич Мудров говорил, что вам, дорогие друзья мои, еще чаще и громче буду всегда повторять одно и то же, что не должно лечить болезнь по одному только ее имени, не должно лечить и самой болезни, для которой часто и названия мы не находим, как здорово сказано, не должно лечить и причин болезни, которые часто ни нам, ни больным, ни окружающим неизвестны, ибо давно уже удалились от больного эти причины и не могут быть устранены. Должны мы лечить самого больного, его состав, его органы и его силы. Вот тайна врачевания. Мудрые слова, однако на сегодняшний день не потеряли своей актуальности, потому что коморбидность в современных многопрофильных стационарах больше правила, чем исключение. Отсутствие единого подхода к коморбидности и в оценке состояния коморбидной патологии оставляет желать лучшего. Даже в МКБ-10 понятие коморбидных состояний не включено, что исключает эту патологию из наших статистических отчетов, а уж я не говорю о клинических испытаниях, когда в критериях включения, как правило, рафинированное или одно заболевание, а критериями исключения является сопутствующая патология. В жизни сталкиваться приходится совершенно с другим. В чем же причины коморбидности? Они прежде всего в анатомической близости, в едином патогенетическом механизме нескольких болезней, в причинно-следственной связи между два заболеваниями и в некоторых случаях одна болезнь является осложнением и развития других. На сегодняшний день многопрофильным стационарием, факторами, влияющими на развитие макоборбидности, чаще всего являются хроническая инфекция, воспаление, инвалидивные и системные метаболические изменения, геотрогения, как ни странно звучит, социальный статус, экология и генетическая предрасположенность наших пациентов. Если говорить о статистике, то на сегодняшний день наиболее частой коморбидной патологией является заболевание суставов, заболевание сердечно-сосудистой системы, прежде всего коронарная болезнь и артериальная гипертензия, а также бронхиальная астма и сахарный диабет. Коморбидная астягощенность является основной причиной развития смертельных осложнений, и вы это прекрасно знаете на своей работе. Самыми сложными и трудными являются осложнения в виде пневмонии, сердечной недостаточности, инфаркта миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, кровотечения из разных отделов пищеварительного тракта. Но на этом фоне единственным неустранимым предиктором чистоты коморбидной патологии является возраст больных. По данным Российской Федерации, чем старше возраст, тем больше частота коморбидной патологии. В возрасте 65 и старше она составляет почти 95%, что является подавляющим большинством среди поступавших в многопрофильный стационар больных. Наиболее часто в комбинации врача встречается комбинация из двух или трех нозологий. У подавляющего большинства больных главной причиной летальных исходов при коморбидности является кардиоваскулярная, как я уже говорил, и сереброваскулярная патология. По данным Московской скорой помощи, в Москве ежедневно только по поводу гипертонических кризов осуществляется до 20 тысяч выездов. Осложнениями или коморбидными осложнениями гипертонического кризов являются энцефалопатия, инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, в том числе транзиторная ишемическая атака и острая сердечная недостаточность. Как влияет коморбидная патология на клиническое проявление? Вот как в пример, для общего острого нарушения мозгового кровообращения имеется, как правило, общая мозговая симптоматика. Если это параллельно протекает вместе с развитием повреждений миокарда, то есть с острым инфарктом миокарда, то в данном случае инфаркт миокарда протекает без присущих ему субъективных симптомов, боли, одышки, страха смерти. При этом, по данным, опять же, станции скоропомощи в Москве, фоновыми заболеваниями в этом случае являются в большинстве случаев сахарный диабет, в прошлом перенесенный инсульт, постинфарктный кардиосклероз и почти у 40% нарушение ритма сердца в виде пароксизмальной формы мерцательной ритмии. Влияет ли коморбидность на исход хирургических заболеваний? Несомненно, анализ событий в этой области показывает, что негативное влияние коморбидности на исход заболевания и прогноз жизни, я подчеркиваю, реализуется под влиянием субъективных причин, к числу которых прежде всего относится банальная вещь – несобладение алгоритма или стандартов показаний медицинской помощи. Есть и субъективные критерии, иногда на это просто не хватает времени. И, конечно же, развитие основного заболевания, развитие осложнения основного заболевания на фоне имеющейся патологии. Обращаю ваше внимание на такую злободневную для нашей страны и вашей тоже проблему, как алкоголикаморбидная патология. Потому что алкогольная поливирусцеропатия, как правило, имеющаяся у пациентов с хронической алкогольной интоксикацией, приводит к полиорганной недостаточности, которая нередко и становится причиной и фоном для развития неотложных состояний и летального схода. При этом поражение печени отмечается в 80%, сердце примерно у третьей больных, почек в 15% и так далее. Практически у всех есть признаки поражения головного мозга, что составляет более 90% поступивших. Очень грозным заболеванием, определяющим кабробидность, является сахарный диабет. Дело в том, что диабет ассоциируется с трехкратным увеличением риска заболеваемости ишемической болезни сердца, что обусловлено дислипидемией, гипертензией, ростом резистентности к инсулину и гиперкогуляцией. Все дело в том, что диабет, как и многие другие болезни цивилизации, к которым относится атеросклероз, имеют общие органы мишени. К ним относят ретинопатию, нефропатию и ангиопатия, которая развивается у большинства больных. Обратите внимание, что почти на самых ранних станциях развития диабета почти в 90% отмечается полинеэропатия нижних конечностей. Как же сегодня подходить к этой проблеме? Как оценивать, есть ли у нас какие-то критерии оценки коморбидности? К большому сожалению, в большинстве стационаров пока раз распространена точка зрения, которая оценивает коморбидность, то есть сочетание в виде количества заболеваний на одного пациента. При этом мировая практика, и она опробирована очень многими учреждениями, выводит целый ряд международных индексов. Это индекс Чарстона, индекс Каплана, шкала Сайерс и ряд других. В качестве примера наиболее распространенной в европейских центрах и клиниках является кумулятивная шкала рейтинга заболеваний, которая имеет очень простую градацию. Принцип очень простой. Кстати говоря, программу любой, если Wi-Fi здесь в зале присутствует, может сейчас это прямо сделать, загрузить, она загружается бесплатно. Любой врач, будучи хирургом, анестезиологом, вносит лишь в четырехбальной системе ноль отсутствия, четыре – это угрожающее жизнесостояние по всем системам. Среди сосудистая, дыхательная, пищеварительная, мочеполовая, даже психологическое состояние больного. И в итоге у нас получается индекс, извините, вернусь обратно, индекс, который определяет кумулятивную шкалу коморбидности. 0,1 – угрозы жизни нет или осложнение минимальное, 2,3 – среднее, 3,4 – это высокая степень угрозы развития коморбидных состояний или заболеваний, непосредственно угрожающих жизни, или те, которые могут повлиять на исход даже хирургического вмешательства. Есть определенные закономерности коморбидной патологии, их всего 11. Коморбидная болезнь чаще встречается у людей пожилого возраста. Повышенная частота коморбидности не может объясняться только высокой распространенностью болезней. У пациентов с коморбидными заболеваниями возрастает не только тяжесть состояния, но и ухудшается прогноз. Ну, например, как бы связать, например, хроническую обструктивную болезнь легких и летальность. Оказывается, при снижении объема форсированного выдоха на 10%, смертность возрастает почти на 30%. Коморбидность необходимо участвовать в нашей последней практике при диагностике заболеваний. Заболевание коморбидного плана увеличивает потребность в медицинских ресурсах. Кроме этого, повышение числа лекарственных препаратов, которые мы все-таки используем для лечения коморбидной патологии, увеличит риск побочных эффектов. Самое интересное, что коморбидность болезни снижает комплаенсность или приверженность пациентов к своему лечению. В этом плане перспективными задачами, которые нам предстоит с вами решать в ближайшие годы, это обоснование больших научных исследований по диагностике и лечению сочетанной патологии, как в соматической медицине, так и в хирургии. Разработку критериев оптимизации терапии. И в рекомендации по диагностике и лечению заболеваний учебные программы вузов нам предстоит включить эти разделы для преподавания и обучения наших студентов и врачей на постдипломном этапе образования. Именно поэтому у нас в клинике создан отдел, которым мы стараемся заниматься вопросами коморбидной патологии. Именно поэтому в Санкт-Петербурге создано общество, на базе общества терапевтов имени Боткина существует секция интегративной медицины. Именно поэтому мы ежегодно проводим всероссийскую научную конференцию, многопрофильная клиника 21 века, где все эти вопросы с разных аспектов изучаются. В чем состоят сегодня принципы диагностики терапии коморбидных состояний? Прежде всего, это тщательный учет жалоб и данных анамнеза. Обязательно выполнение существует стандартов диагностики основного и конкурирующего заболевания. Это расчет индекса коморбидности, хотя бы по шкале Сайерс. Применение принципов синдромальной диагностики и синдромальных подходов к лечению в неотложной патологии. Ну и последнее, на мой взгляд, самое важное. Что же в практическом отношении? Завтра мы пойдем, мы приедем в Петербург, вы вернетесь к своим рабочим местам. Что же нам делать? Как же нам подходить с лечебной тактикой к этим больным? Прежде всего, коррекцию, я считаю, коморбидных состояний должны, коррекция должна начинаться с коррекции метаболических расстройств, которые именно они составляют основу педагенезокоморбидной патологии, и особенно той патологии, которая чаще всего встречается. Это болезни, связанные с атеросклерозом, ИБС, артериальная гипертензия, церебровозгулярная болезнь и сахарный диабет. Что, на мой взгляд, сегодня может применяться для лечения коморбидных состояний, особенно с позиции врача скоропомощной больницы? На мой взгляд, универсальным препаратом для коррекции метаболических расстройств, это можно применять буквально с завтрашнего дня, мы это опробировали у себя в отделении и в наших других отделениях, это из средств метаболической коррекции препараты янтарной кислоты. Напоминаю, что янтарная кислота является одним из субстратов цикла Крепса. Именно благодаря янтарной кислоте происходит ряд очень полезных для скоропомощного стационара феноменов в виде монополизации дыхательной цепи, в виде повышенной выработки АТФ. Напомню, что в цикле Крепса в целом образуется 38 молекул АТФ. За счет трикарбоновых кислот, куда входит янтарная кислота, образуется 30 молекул АТФ. То есть это мощный реактиватор, вернее, активатор энергетического обмена. При этом янтарная кислота нормализует содержание гистамина и серотонина в крови. Имеется противоишемический эффект янтарной кислоты, который связан с восстановлением основного дыхательного фермента цитокромактиазы. Есть антиаритмическое действие за счет метаболического и цитопротективного действия на миокард. Есть кардиопротективное действие янтарной кислоты, и она описана в литературе. Есть метаболический эффект, который основан на восстановлении активности глутатиона, который является основным субстратом, обеспечивающим энергетический баланс митохондрии. Есть гепатотропные молекулы, свойства янтарной кислоты. Кстати, по гепатопротекции янтарная кислота превосходит гептрал и его аналоги. Кроме того, янтарная кислота нормализует или уменьшает проявление печёночного холестаза и препятствует жировой болезни печени. Янтарная кислота способствует утилизации жирных кислот и глюкозы клетками, способствует понижению уровня глюкозы, нормализует кислотно-основной баланс и газовый состав крови или прямо, или опосредственно через другие патогенетические механизмы. Поэтому вопрос коморбидности серьёзный. Я думаю, вы ещё в своей работе, особенно практической, к нему не раз вернётесь. Но вам спасибо за то, что вы меня выслушали. Удачи.